Итак, это влог у нас на Лагендорфе. Вечерние летние гольфы. Такая красота. Только что играли на это озеро на лунку. Вот сыграли два мяча, положили ближе. Сейчас пойдем смотреть. Положили два мяча очень ровно к флагу. Идем падать. Продолжение следует... Ужас! Ужас! Итак, это рубрика вечерний гольф. Только что сыграли первую лунку, размялись. Дальше идем ко второй на задней девятке. Посмотрим. Вот мы выходим на вторую лунку задней девятки. Она очень коварная, потому что вон по прямой идет дорога и по левому краю дороги out of bounds. Ветер из-за открытого пространства дует слева направо. Постоянно сильные ветра. А справа вон там видны кусты. Поэтому нам надо положить очень длинный хороший драйв вон за тот бункер. Давайте будем пытаться. Задача с этого Ти ударить прямо с правого края Ти бокса по дереву туда на правый задний угол ФРВ. Чтобы второй удар был короткий, около 90 метров и удобный на грин. Ну давайте пробовать. Продолжение следует... Я не знаю, насколько было видно, но оба мяча лежат примерно в полуметре друг от друга. Они оба были слишком большим спином, и поскольку против ветра вылетели недалеко. Но я доволен результатом. Пойдемте смотреть. Если вы послушаете, то и посмотрите на траву, то видно, как очень сильно дует ветер. На Ти боксе этого не ощущается. Но, видимо, на поле тут прям 1.15 в час тебе ровно в лицо. Поэтому мячи оба полетели хорошо, сильно, но недалеко. Они упали свечкой и, грубо говоря, остановились. Но все равно эти оба драйва вышли где-то метров на 260. Сейчас мы посмотрим, когда подойдем ближе. Это вид назад. Вот такая вот красота меня окружает каждый день гольфа в Австрии. А вот мои два мяча. И они лежат намного ближе, чем я ожидал. Давайте подойдем поближе и посмотрим повнимательнее. Да, дисперсия оказалась для сравнения сантиметров 15. Это вон с того заднего Тишота. Вот здесь вот где-то, вон плашка, это 100 метров. Чуть дальше нее было 90 метров до флага, это был драйв 290 метров. Сейчас это где-то, ну, метров 270. Это было два драйва подряд на 270 метров. Давайте пойдем померяем, сколько у нас до флага. Вот такой вот Nikon. Мы идем, подходим, берем, наводимся. 120 метров, да, это ровно на 30 метров короче, чем я ударил свой самый дальний драйв тут недавно. А 120 метров, если вы посмотрите, то флаг не двигается. Это значит, что вон тот весь лес закрывает ветер. Я буду бить обычный питчинг-вэдж, и если он окажется чуть короче, чем до флага, ничего страшного. Там много пространства, мы сможем сыграть. Давайте пытаться. Я мячи, наверное, чуть-чуть отложу друг от друга, потому что мне чисто физически не хватит расстояния, чтобы сыграть ее оба, не коснуться другого мяча. Поэтому не серчать уж, я думаю, не столь важно. Хочу сыграть небольшой дроу справа налево в три четверти свинга, чтобы он приземлил вправо больше свободного места, если что. Мисс будет не страшный. Сыграл слишком много дроу. Улетело на левый край, но ничего. Давайте пытаться второй. Слишком много дроу, но я попал на склон на грине, и он откатывается назад. Намного больше лучший результат, значит, если мы играем дроу, надо стоять чуть более право от влага. Пойдемте играть дальше. Я знаю, что вы, скорее всего, не видите первый мяч, но он лежит вот здесь вот, зарылся в глубокой траве. Будем пытаться достать его 56-м веджем. Зак стоит очень близко, поэтому, наверное, придется сыграть Bump'n'Run. Что-то вот в таком. Очень густая трава здесь. Постараюсь выбить краю грина. Вполне неплохо. Далеко укатился, но ничего. Пойдемте патать. Сейчас будут продемонстрированы уроки паттинга во всей красе. А здесь вправо-налево, чтобы тросить пар. Закушил вкусно сильно. Не вышло. Довольствуемся боге. Двенадцатую лунку на этом поле я называю Ива, потому что она находится... Тибокс находится вот под таким огромным деревом. А сама лунка, она вон в том конце. Если видите, это мужичонка подходит в голубой рубашке. Прикол в том, что по левой стороне деревьев проходит вот эта дорожка, которая опять является ОБ. А справа, в конце, там озеро. Поэтому надо быть очень осторожным. Поскольку у меня натуральный стиль удара, это фейд, я буду целиться чуть-чуть левее и работать его над тем правильным деревьям. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, вот она воткнулась вправо. Вот она. Смешно. Первый удар получился, не бог весь каким, потому что я его немного запулил и слишком высоко затеял. Я еще не привык к высоте, насколько высоко его теять. Поэтому он улетел по левой стороне, высоко, недалеко, и отскочил от земли. Но мы посмотрим, на какой стороне дорожки он это сделал. Второй же улетел прямо и легким фейдом. Он должен быть достаточно хорош. А, я вижу свой первый мяч. И он, вроде бы, даже играем. Идемте смотреть ближе. Очень интересный момент. Мяч оказался на дорожке. Он скачал от земли, оказался на дорожке. Но за линией. По идее, он находится в out of bounds. Но мы его перебивать не будем. Мы его тропнем вот здесь справа и сыграем. Другой мяч находится чуть-чуть сзади, но на фейервере. Он прямо по курсу. Его мы тоже сыграем оттуда. Играется эта радость летом 130 метров, но из рафа. Поэтому это будет, скорее всего, флайер. И против ветра, поэтому плюс-минус будет одинаковый результат. Я беру мяч, подхожу, складываю кулку, не ближе кулку, дробую его. Я сыграю девятый аэром. Мяч лежит очень высоко, поэтому... Итак, мы играем второй мяч, который оказался на фейервере. Достаточно хороший удар. До флага у нас 132 метра. И я буду играть легкий девятый аэрон. Предыдущий удар был хороший, но из-за того, что трава попала между плюшкой и мячом, не было спины, он улетел очень далеко. Здесь же мы сыграем легкий дроу и возьмемся чуть пониже в отрывку. Неплохо попал в землю, но он полетел нормально, но поскольку фейервере таки жесткий, он отскочил и указился в бункер. Пойдемте играть из бункера. Посмотрите, какая наглая, но красивая ворона ходит у нас на грине. Видимо, грины недавно просыпали семенами, для того, чтобы трава лучше росла. И она и ходит, и собирает их. Ну а мы же идем играть вон тот мяч, который лежит ровно в бункере. Давайте приступать. Для того, чтобы выбить из песчаной преграды, нужен так называемый песчаный ведж. Вот он у меня есть. И меня искусали все комары. Прошу извинить. Мы пойдем выбивать. По правилам в бункере нельзя делать пробные удары, но можно делать рядом. Когда я выбивал из бункера, я увидел за собой двоих людей в карте, и они преследовали меня, потому что они быстро играли, а я тут записываю видео. И хочу показать результат. Вот мой удар из бункера. Хороший удар получился. Вот это мой первый мяч. А вон там вот в озеро плавают красивые лебеди и утки. А это наша следующая лунка, куда мы пойдем дальше. Но сейчас мы концентрируемся на моем первом мяче. Третий удар мячом. Достаточно стабильный удар, потому что у нас много места, расстояние еще чуть-чуть в горку для того, чтобы печенуть. И посмотрим, насколько близко мы сможем положить. Он лежит на холме и против травы. Против просто травы. Вот она встает, когда мы бьем. Веточки еще можно убрать. Поэтому я его поставлю чуть больше сзади в постановке и постараюсь сыграть в мяч. Чтобы он пролетел буквально до метра после начала грена. И выкатился к моему флагу. Это мы вырежем. Это лунка пар 3. Это значит, что мы с Ти играем сразу на грин. И выглядит как легкая восьмерка. Может быть, чуть-чуть по ветру справа налево. Будем пытаться положить очень близко к флагу. А может быть, и даже сразу в лунку. Я не буду использовать Ти. Потому что я привык сегодня на рейнже играть без Ти. И вообще, зачем? Что? Не профессионалы, что ли? Главное, лебедей вон красивых и уток не убить. Хотя ужин получился бы вкусным. Но если б мне его, к сожалению, не приготовят. Играем в полную восьмерку. Обычный тролл. Очень хороший результат. Но я вас обманул. Я сыграл кат. Потому что я подумал, что если я сыграю дроу, то он у меня летит очень далеко. Я немного подоткрыл клюшку, чтобы он летел свяву направо. Давайте повторим результат. Это было слишком далеко. Я слишком хорошо попал в мяч. Либо мяч немного другой. И слишком сильно открыта была клюшка. Можно было спокойно играть девяткой. Но ничего. Пойдемте смотреть первый удар. Вот такие вот красивые лебеди тусуются на одном маленьком островке. Который разделяет 12-ю, 15-ю и 16-ю лунки. И утки к ним в гости наведываются. Я называю их публикой. Потому что они постоянно смотрят и гогочут, когда ты попадаешь либо в воду, либо вон в тот левый лес. Видимо, я поймал какой-то порыв, потому что так далеко. Вот видите мяч здесь. 20 метров за флагом на этой лунке я еще не тусовался. Опять очень густой раф. И очень достаточно сложная позиция пина. Хотя тут достаточно много расстояния к мячу. Я попытаюсь сыграть его повыше и спокойно, мягко. На мягких руках, грубо говоря. И очень важно сгибать в руках, чтобы распрямлять и добавлять мокру. Постараюсь положить 2 метра на флага. И чтобы он выкатился. Вполне неплохой результат. Да, тут мало бы можно было что сделать. Потому что он очень глубоко сидел. Но я доволен. Идемте патать к бёрде. Мой первый, второй удар точнее остановился. Чуть-чуть на... За краем грина. Но мы все равно будем патать это паттером. Но для начала надо исправить пичмар, который я оставил. Хороший удар получился. Но можно было играть девяткой. Даже нужно. Справа налево. Два пейта. Сегодня не везет. Сегодня не везет. Хороший пар боги. Пойдемте дальше. На этой лунке дальнобойщики бьют через угол. Туда налево. Потому что она... Это пар 5. Она закрывается в левую сторону. Ну а мы посмотрим, что сможем предложить этой лунке. Ветер справа налево. Поэтому мы будем пить прямо. И надеемся, что она улетит далеко. Далеко. Но направление можно было взять и по левее. Давайте попробуем. Оба будут лежать на фейервея. Но не оптимально. Но я доволен. Пойдемте смотреть. Это было два удара на много-много метров. Хорошо быть сильным. Один лежит близко в рафе. Другой чуть подальше. В фейервея. Давайте измерим, сколько тут до флага. Посмотрим, как нам играть по ветру. 180 метров до первого. Я буду играть даже в восьмеркой, наверное. Нет, наверное, семеркой сыграю простой. Потому что из рафа и по ветру. Где-то там. Вроде бы неплохо. Пойдемте ко второму. Вот у нас второй мяч. Давайте померяем. Я думаю, этот метров 160. Я буду играть, наверное, восьмеркой. Потому что летит по ветру. Да, 163 метра. Давайте сыграем лучше восьмеркой. Сейчас чуть поправлю камеру. Вот. Мы на середине гряна. Очень хороший результат. Очень хороший контакт. Я надеюсь, вы слышали. Вот первый слева. Вот здесь вот. Вот второй. Второй отлично остановился. Потому что я добавил ему много спина. И он остановился практически на месте. Сейчас мы пойдем играть первый. Первый я сыграю даже девяткой. Я очень люблю играть в такие мячи девяткой. Потому что, ну, это мой айрон для аппендауна. Посмотрим. Гольф не хочет давать мне игла пока что. Но хорошо, что у нас есть второй шанс. Исправляем пичмарк. Глубокий. Грины достаточно мягкие. Поэтому хорошо останавливается мяч на ней. Здесь. Буквально по прямой. Надо грамотно рассчитать силу. Но с этим мы справимся. Два пата для бёрдя. Раз. Два. Очень обидно заканчивать так эту лунку. Потому что результат мог бы быть на два удара меньше в сумме. Но ничего не поделаешь. Такой гольф. Как гласит старая древняя мудрость. Даже самый плохой день на гольфе лучше самого лучшего дня в офисе. И с этим не поспоришь. Потому что мы выходим к 17 лунке. Это парт 3. Где-то 137 метров. Будем играть лёгкой-лёгкой восьмёркой. Пожелайте мне удачи. Если вы спросите, откуда я знаю, не измеряя, сколько мне играть. Какой клюшкой. Куда пить и так далее. Я вам отвечу. Потому что я тут играю уже второй год. Я вам могу рассказать, где тут каждый паук живёт. И букашки обитают. Поэтому я верен себе и своим принципам. Ветер справа, сзади, налево. Поэтому, наверное, сыграем опять небольшой кат. Подоткроем клюшку, чтобы не так далеко улетало. И доверимся богам гольфа. По дистанции было неплохо, но чуть-чуть слишком направо улетело. Давайте попытаемся второй раз, только будем целиться чуть левее. Боги гольфа были сегодня очень добродушны. Я плохо попал, но я добил через воду. А это самое главное. Потому что мы идём чипать и падать. За что я люблю среднеевропейские летние ночи, или вечера, лучше сказать. Это, во-первых, вот за такую красоту. А во-вторых, что у нас солнце садится только где-то часов в девять. И что уже вот полвосьмого, а я могу играть, смотреть на уточек. Или на карпов, если повезёт. Тут есть огромные карпы. И бороться с полем для гольфа. Вот мы подходим к моему злобному врагу мячу. Вот он где оказался. А вот здесь уже вода. Повезло. Давайте играть. Попробуем такой ракурс, чтобы показать вам всю проблемность, бытие. Надо сыграть красиво. А красиво мы умеем. Но всё же. Мяч. Или подоткрыть чуть-чуть. Я думаю, я подоткрою чуть-чуть. И 60 на 40 вес. Хороший результат для такого мяча. Хороший. А вот где оказался мой первый мяч. Но так как я вам в том, на той лунке уже продемонстрировал, что мой девятый айрон способен на постоянные аппендауны, мы не будем изменять традиции. И сыграем опять девятый. Мы видим, что справа налево идёт уклон. Поэтому я хочу сыграть, чтобы он приземлился где-то вот в этой зоне. Против просто, против направления роста травы, поэтому далеко не укатится. Может быть, закатится в лунку. стой. Да, он не укатился сильно налево, но результат в очень редких случаях может быть лучше. Пойдёмте патать. Сначала второй льд. это пат на пат. Тут достаточно сильный справа налево, буду играть на два капа снаружи. Наконец-то заработал. И чтобы завершить с двумя парами, сыграем. Идеально. Но это ещё не конец. Ещё целая одна лунка. Пойдёмте. Данная 18-я лунка очень примечательна тем, что она делает поворот направо. Ой, налево. Солнце пропекло. И по правой стороне по дороге всё out of bounds. Опять. То есть штрафной удар стиль. Что мы хотим сделать? Мы хотим пойти по линии вот этих дыринов. Как я, на предыдущих соревнованиях случайно исполнил. И это был очень хороший результат. Мне понравилось. Я хочу это повторить. Поэтому мы затеем чуть повыше и сделаем правой ногой на два сантиметра шаг назад постановку. И постараемся выдать всё, что можем. А мы можем много. когда я говорил, что мы можем многое, я не думал, что я отправлю до Гагарина в космос. 150 метров подтили на середине фейервея и 150 метров высота полёта была. Это не есть хорошо. Давайте попытаемся ещё раз. Но я по экзотию пониже, потому что слишком мышопластно для меня. Второй мяч в очень хорошей позиции, но полетел высоко, высоко. Я недоволен. Но играем, играем вполне. Вот он, финальный грин. Слева видны флаги. Вон там, у правого куста лежит мой второй мяч метров на 90 дальше. Ну а мы сейчас измерим, сколько тут до пина и будем бить. Ветер слева направо. До грина 163 метра плюс ветер. Я, наверное, ударю лёгкий седьмой айрон. Да, я, наверное, ударю лёгкий седьмой айрон и чуть-чуть подзакрою его. Слева лёгкий удар получился ужасный. Надо искать его. Может быть, он даже лежит от офф-баунс. Ну, пойдёмте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Дар был короткий и правее, чем надо было. Лежит на правой стороне грина. Пойдёмте смотреть. Ну что же, давайте уже покончим с этой лункой, доиграем её и пойдём домой. У нас тут небольшой чип. Результат удовлетворительный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так вот. От иглов и до бога. И дабл бога. Такой игорь. Продолжение следует... Продолжение следует...